МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кажется, своим ремонтом мы вдохновили Александра Панкратова-Чёрного на переустройство всей квартиры. Он взялся за ванную комнату. А я решила помочь ему выбрать сантехнику и красивую плитку. И покажу ему салон английских производителей, который находится здесь, на стрелке Красного Октября. О, Александр Васильевич! Здравствуй, Наташина! Здрасте! Наташка, мне рекомендовали эту фирму. Я вам ещё больше порекомендую использовать в ванной, в санузлах вообще старую английскую викторианскую плитку. И она отличается от всех других плиток, потому что, вот смотрите, если взять, например, её и потрогать, она не гладкая, она бархатистая. И в отличие от многих других плиток, эта сделана из глины, из керамики, и она вся, она не прокрашена просто такого цвета. Сколько вы по ней не ходили, в тапочках или босиком, даже если она будет слегка протираться, цвет не поменяется. Она только благородно стареет. Как насчёт вот этого варианта? Он цветный. Вот это немножко мрачновато, вот это мрачновато. И при маленьком пространстве, понимаешь, мрачность какая-то, да? Слушайте, я слышу просто голос дизайнера. Дело в том, что этот сложный рисунок собирается из таких фрагментов, как детская игра. Получается рисунок один, но подложка, фон немножко другой. Здесь совпадает вот с этой плиткой. Вот. Вот понимаете, почему это хорошо? Вот почему я так думаю? Потому что вам надо обязательно сделать стенку вот такой вот. Вот это, вот это, вот это вообще. Это чудесная глазурованная плитка. И вообще качество английских эмалей меня всегда радует, потому что они невероятно хорошие колористы. Они дают такую комбинаторику цвета, очень благородного серого оттенка. Если это на полу. Да. И вот из таких кирпичиков собрана стенка. И я ещё подумала, хорошо бы сделать иногда вкрапления вот таких плиток с рисунком, которые так иронически обыгрывают историю вообще керамики, сантехники в Англии. Мне это очень нравится, вот это, да, да. Слушайте, Александр Васильевич, приятно с вами работать. Пойдёмте, я вам что-то покажу такое, что, возможно, вы ещё не видели. На полукухне мы выбрали викторианскую керамическую плитку. В России её называют метлахской, в честь немецкого города. Британцы считают её типично английской. Фоновая плитка молочная. Для орнамента мы выбрали белый, чёрный и красный цвета. Обратите внимание, такая геометрическая раскладка позволяет добиться объёмности, или, как сейчас говорят, эффекта 3D. Для кухонного фартука мы взяли плитку 15х15. Для английских кухонь это типичный размер. Плитка двух цветов – молочного и чайного. Она покрыта глубокой глянцевой глазурью. Это тоже очень характерно для английских кухонных интерьеров. А Наташа Бореве с Александром Панкратовым-Чёрным уже приступили к выбору сантехники. Александр Васильевич, введу вас просто в храм сантехнического дизайна. Вот моё сердце для вас принадлежит вот этому чудесному комплекту. Но есть ещё важные некоторые новинки. Вот с одной стороны, вот это всё классический английский дизайн. И кажется, что у нас тут нет смесителя горячей и холодной воды. На самом деле, конечно, всё есть. Вот сама эта поверхность – это наноэмаль, которая не имеет пор, она почти не полистая. То есть зубная паста, чтобы не было, чего не бросили, она легко вот так вот раз и моется. Ну, чем я вас могу удивить, это при вот этом классическом английском дизайне, вот который стоит, наверное, во всех английских особняках. Здесь есть дизайнерские нововведения. Например, половинчик, по смыслу. Интересная конструкция вот эта вот с доводкой. Но самое главное, что в этой серии есть конструкция для более высоких людей и людей обычного роста. Мы, разумеется, выберем для нормального роста. Мне нравятся элементы классицизма какого-то, строгость такая. Как говорят, в туалете можно и подумать. Вот, я же, собственно, и право. Это располагается. Александр Васильевич, вдохновившись ремонтом, решил заодно переделать и ванны. Сейчас они с Наташей в борьбе выбирают идеальную сантехнику. Вот тот, чего прямо оторвать глаз не могу. Я бы здесь жил. Глубокая очень, кстати. Это хорошо. Конечно, неплохо. Коленки торчать не будут. И достаточно длинная. Вот так, если отойти издаля. У неё классический английский стиль. Это ванная на лапах. На таких же хромированных основательных лапах. А вот сама эта ванна, она сделана из композитного материала, то есть из каменной крошки. Но покрыта ещё сверху акрилом. Поэтому ощущение такое вот приятное. Она как бы не каменная, она каменная только внутри. Основательная, достаточно тяжёлая. И что важно в вашем случае? Вот мне хотелось, чтобы у вас была такая английская сантехника, которая для большого пространства, а там обычно в ванной комнате ванна стоит прям вот посередине. Но у вас не получится. У нас к стене. Зато мы можем подвинуться к стене. Она прекрасно встает в край. И с этой стороны она кажется, да, она кажется, стоящей посередине. Да, красивая. Главное, красивая. И главное, строгость есть. Да. Вот нет этой ля-ля-ля-ля олиповатости какой-то там, да. Мне это нравится. Работы ванной завершены. Мы здесь помогали только с дизайном. И вот что получилось. Плитка английская. Подходит к традиционным и современным интерьерам. Её особенность – износа стойкости. А ещё такой узор помогает визуально расширить пространство. Сантехника традиционного английского дизайна. Душевая система многофункциональная в классическом стиле. Особенность ванны в том, что её можно поставить как к стене, так и в центре комнаты. Вся сантехника покрыта наноэмалью, поэтому она меньше пачкается.